Доброе утро! Всем привет! Ура! Ура! Мы опять в Госларе. Сейчас будем идти на работу по другому маршруту. Посмотрим что-то новенькое. Новенькое, конечно, шучу. Город очень маленький. Я больше чем уверена, что вы уже его просто наизусть знаете. Какие красивые двери. Класс! Город! Я уже живу. Я уже живу. Спасибо, я тоже. Идем за кофе. А затем поворачиваем направо. И тогда в магазин. Здравствуйте! Доброго утра! Всем привет! Сейчас скажем, куда она закрыла. Нет, я не в гараже. Я в своей любимой кофейне. Здесь, в Госларе. Кстати, здесь я заметила ни души. Никого нет. Я приехала слишком рано. Сегодня обрабатываю уже постепенно на ходу ваше сообщение. Девчонки, все, кто... Так... Все, разделись. Девчонки, все, кто спрашивал по поводу подвески для публиков в виде розочки. Я сегодня буду делать заказ. Поэтому, пожалуйста, пишите, кому нужна розочка позолоченная, кому нужна розочка в серебре. Очень важно. Олеся, Бавария. Тебе нужна позолоченная. Я в курсе. Так как я сегодня собираю заказы на серебро, кто что хочет, то, пожалуйста, пишите в комментариях, пишите в личных сообщениях. Я сегодня не одна. Меня сегодня сопровождают целых два кота. И мне позвонила Лиля, говорит, что едет в Гослар ее подруга Надя. Мы потом... Надя остается со мной. И мы вместе едем в Зальцгиттер обратно. Сегодня буду интенсивно обрабатывать все ваши сообщения. Так, по поводу серебра я сказала. Камень Лабрадор в виде публика. Очень сильный магический камень. Я не знаю, может быть, я своим описанием этого камня вас немножко испугнула, что как-то вот боятся его брать. Девчонки, не бойтесь, кто занимается магией, кто общается с картами Таро, вам это будет в помощь. Матильда, открой сегодня все сообщения, все прочитаю. Мне кто-то вчера... Валентина, по-моему, вы вчера или позавчера отправили сообщение. Калина, когда придет новая коллекция? Та коллекция, которая сейчас стоит у нас, это новейшая коллекция. Мы единственные в Германии, у кого эта новая коллекция есть. Поэтому, чтобы сделать следующий заказ, нужно продать то, что стоит. А у нас еще места свободного так нет, как это было в прошлый раз. Конечно, такие вещи, как диффузоры с керамической розой, либо наборы птичка, я буду держать кулаки, чтобы они нам еще раз застались. А все, что касается вот этих круглых наборов, это все лимитированное. Это не останется в программе, это коллекция весна. Так, Ирина мне что-то пишет, я потом обязательно все это прочитаю. Буду стараться на этой неделе сделать прямой эфир, обязательно. Кстати, сегодня 23 февраля, поздравляю всех мужчин. Мы будем это называть не Деть защитника Отечества, а вот как мужской праздник. И это всегда, знаете, сравниваю там, 23 февраля праздник мальчиков, 8 марта праздник девочек. Вот как-то так. Поэтому всех поздравляю. Мне, кстати, сегодня повезло, потому что я здесь очень крепкий, потому что я здесь нахожусь одна. Такого-то камеру, чтобы никого видно не было. Кстати, если бы они открывались в 8 утра, то я бы, наверное, даже прямой эфир отсюда сделала. Очень-очень маленькое заведение, самый вкусный кофе здесь, хозяева турки. И очень, как же это сказать правильно, очень такие вот легкие в общении. То есть я спросила, говорю, я сейчас одна, можно камеру в руки взять? Да, бери, делай, что хочешь. Я буду смотреть на неделе, получится ли прямой эфир, чтобы к концу недели мы это сделали. Виктория Глоба, вашу посылочку сегодня отпускаю в дальнее плавание. Ирина, за вашей посылкой слежу. Алена Крым, за твоей посылкой слежу тоже. У нас 4 посылки зависли. Те, которые позже отправили, они их опережают, а те зависли. Но ничего, такое бывает. У меня уже была такая ситуация, когда я отправляла посылку. И я смотрю, у меня статус еще не пойми где, а люди уже это получили. Приветствую также всех новичков на канале. Пишите в комментариях, откуда пришли, где живете, город, страна. Все, кто спрашивает по поводу турмалиновых браслетов. У нас все это есть, у нас есть еще на 6 оборотов с серебряными бусинами. Самый обычный браслет просто на резинке стоит 35 евро. Есть еще немножко меньше, стоит 29 евро. Вот эти вот на пружинах, на карабинах, там конечно уже в зависимости от количества турмалинов, в зависимости от шариков, с шариками, без шариков. И на Лондон ваш браслет принесет сегодня Кристина. Сегодня сразу все это упакую и как можно быстрее отправлю. Потому что ваш заказ, мы уже с ним работаем целый месяц. Это же надо. Кипр, Елена, волосы Венера вот такие, как на мне, на карабине, с цепочкой. Сегодня я отдаю ниточку. Сегодня я отдаю материал на работу Кристине. Я думаю, тоже до конца недели будет готова. Кристина работает очень быстро. Я вот, кстати, на свои волосы Венера добавила карабинчик серебряный с пентаграммкой. Девчонки, эти карабинчики пришли, стоят 25 евро. Кто хочет, пишите. Так, нужно уже, наверное... Нужно постепенно пить кофе и уже отсюда убедать. Видите? Вот в 10 все открывается. Сейчас где-то полдесятого, и люди постепенно приходят. Всех целую, всех обнимаю. Сделаю на секундочку паузу, встретимся в магазине. Встретила только что свою соседку. Конечно, у всех сейчас тема номер один – это телевизор. Ну, хотя я вам хочу сказать здесь тоже, в Госларе я сейчас прошлась вот по этой улице. Это считается как бы центральная улица. Вот, если пойти туда направо. Наша улица, там где две башни, опять-таки направо, параллельная. Это считаются две главные улицы, где магазины. Только наша улица, у нее есть история. В свое время туда изгнали евреев, когда гонения были на евреев, Хокенштрассе. Вот туда их изгнали. И это все равно считается вторая главная улица в Госларе. Вот, что касается там бутиков, магазинов и так далее. Та улица, которая за моей спиной, два магазина закрылись. Два магазина закрылись из-за короны, потому что у них нет людей, нет туристов. И эта улица за моей спиной – это улица, на которой, как же это правильно сказать, все сетевые магазины. Естественно, тоже тема номер один, как это, если сетевые магазины закрываются, что же будет с Хокенштрассе. А Хокенштрассе – это та улица, на которой находимся мы. А я говорю, ну на Хокенштрассе, там ведь магазины, которые стоят, это по несколько поколений уже все на свете там пережило на этой улице. И это в основном частные бутики. То есть, если, например, мы пойдем вот туда, на Фишемейка, улица, которая всегда заполнена, если внимательно посмотреть, с чем там люди ходят в руках, они ходят в основном с пакетами из супермаркетов. Потому что сетевые магазины, они везде, в них нет ничего особенного. А вот на нашей улице, вот стрелочка красная, цветная вывеска Хокенштрассе, это также историческая улица. Здесь больше частные маленькие магазинчики. Ой, дедулечки мои хорошенькие вон там идут, которые у нас в скатерти любят покупать. Вот видите, а это вторая улица, параллельная. И местные любят, как же это правильно сказать, но не хочу сказать поязвить, сказать типа, ну да, это же не главная улица здесь, да главная. Главное, потому что здесь все магазины, за исключением одного, это все частные магазины. Конечно, в первую очередь просыпается параллельная Фишемейка. Но когда мы сейчас, я прошлась, я посмотрела, говорю, господи, там закрылось два магазина. Если там закрываются магазины, каким же образом здесь частные магазины еще держатся? Поворачиваю камеру на себя, потому что там еще люди не ходят, а на не центральной улице люди уже ходят. Да, печально, конечно, если там два магазина закрылось, если сетевые магазины, у которых 300 филиалов по Германии не выдерживают короны, то тогда вообще просто шок. А как мы вообще здесь все держимся? Обещают, кстати, к весне, обещают, кстати, к весне, что ситуация здесь улучшится. Я слышала, что в Норвегии вроде бы отменили ограничения. Так, ведьмочки, привет! Магазинчик, привет! Сейчас начнет играть музыка, включатся камеры, ведьмочки будут петь. Вот так. Я не знаю, рассказывала я это или нет, но вы можете посмотреть, в принципе, в Википедии, что вот эта улица Хокенштрассе, где находится наш магазин, у нее тоже есть своя история. Во время гонения евреев их согнали на вот эту улицу, типа на окраину, но центр-то со временем расширился. Хокенштрассе. А получилось так, что эта улица, это 99% бутиков, которые, ну бутик, магазин, бутик – это французское слово, это магазины с чем-то особенным. И, как правило, те, кто здесь на улице имеют магазины, они там же и живут. И, как правило, это начали бизнес этот еще бабушки-дедушки. А они только продолжают, продолжают, продолжают. Из новичков кто здесь? Я. Ну, может быть, еще два каких-то магазина. А так все остальное – это третье поколение, как минимум третье поколение. Вот посмотрите, что рассказывает дедушка Шилинг, да? Раньше здесь дорога была, деревья были. Раньше здесь было движение Бундесстрассе. Представляете, что это такое? Я даже сегодня себе этого представить не могу. Такая тишина, спокойствие. Вот в десять открываются все. До десяти ни души, нигде. Посмотрим, что будет сегодня. Я посмотрела по приложению «Погода плюс 3». Я вообще не могу понять, как может быть плюс 3? Я замерзла. У меня руки ледяные. Это не плюс 3, тут как будто минус 20. Ладненько. Всех целую, всех обнимаю. До скорого. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...